Для многих из этих людей личный прием – это последняя надежда. Темы, которые волновали жители на этот раз, в основном касались правовых и жилищных вопросов. Например, в ходе личного приема парламентарий взяла на контроль ситуацию с обманутой многодетной матерью. Она осталась с четырьмя детьми на улице в результате неоднозначной сделки с риэлтором. Проблемой обманутых дольщиков Оксана Пушкина занимается каждый день и искренне разделяет тревоги и переживания этих людей. К депутатам обратились две женщины из инициативной группы многоквартирного дома по улице Дзержинского в Звенигороде. Они рассказали, что купили квартиры еще в 2014 году. С ноября 2015 строительство дома прекратилось, но дольщики продолжают выплачивать ипотеку за несуществующее жилье. Застройщик РТС-сервис решением арбитражного суда был признан банкротом. И с 1 февраля 2017 года дом числится проблемным. Все эти пять лет пока... Ну, мы же как думаем, государство что-то там как-то... Мы в реестр вступили, что как положено. Что нам сказано было сделать, мы все сделали, мы не теребили никого, мы не снимали ролики, мы никого... Мы ждали. Мы просто ждали, когда будет наша очередь, да, ну спокойненько. Дети в школу идут. И пока ничего не решается. Значит, нам нужно сейчас проследить внимательно, Катя посмотрит, вот цепочку, где она прервалась, и посмотреть, какие еще, куда запросы послать. Я так думаю. Потому что мы уже воюем с настроем, я так понимаю, со всей историей федеральной. Также к депутатам обратился ветеран Валерий Астафьев. Три года он не может добиться решения вопроса освещения дороги в поселке Дома отдыха Озеры. Эту проблему взял на личный контроль Дмитрий Голубков. Обращусь, то ли к депутату местного совета, смотришь, неделю, две, три свет походим. Потом снова, потом снова куда-нибудь позвонишь, опять дают свет. Ну вот так вот, а потом как, в марте месяц отключили, сна, две ситуации, с тех пор все, 12 светильников. Представляете, 12 светильников, 250 ватт в светильнике, это 30 киловатт в сутки. Первое обращение я сделал в Лазутиной. Дома отдыха Озера, это где? Это Акуловское шоссе. Знаете, такое соединение? Вот там поселок, бывший дом отдыха Озера, ЦК Партиево. А сейчас там живут бизнесмены. Цель совместных приемов – оказать максимальную помощь людям и постараться оперативно решить все вопросы на месте. Жители, уходя со встречи, говорили депутатам спасибо. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».